Власти многих городов американского юга следуют примеру администрации Техасского университета в столице штата Остине. Она постановила убрать с территории вуза памятник Джефферсону Дэвису. Решение перенести статую президента конфедерации южных штатов в годы гражданской войны было принято на волне растущих протестов по поводу трагедии в Чарлстоне, штат Южная Каролина. Дилан Руф, убивший там в июне девять чернокожих прихожан местной церкви, позировал на фотографиях в интернете с флагом конфедератов как символом превосходства белой расы. Миллионы афроамериканцев, а также жителей США с другим цветом кожи считают, что любая символика, связанная с конфедератами, это синоним расизма, поскольку южане воевали за сохранение рабства. Достаточно набрать в гугл слово «куклус-клан». И что вы там увидите? Это очень прискорбно, что некоторые люди так и не хотят отказаться от прошлого и продолжать жизнь с ним в 21 веке. Совсем не так думают коренные, в основном белые, жители американского юга. Среди них много тех, чьи прадеды героически, как считают их потомки, проливали кровь под командованием генерала Ли за свободу политического выбора. Для таких людей все связанное с гражданской войной – это историческое наследие, а часто и семейное достояние. Поэтому по всему югу городские и школьные администрации отказываются зачеркнуть историю края и снять с флагштоков красное знамя с диагональным крестом. По их утверждению, демонстрация флага – это проявление свободы слова, не имеющей ничего общего с рабством или расизмом. Это все левые партии пытаются воспользоваться общественным шоком после стрельбы в церкви и раздуть истерию, чтобы провести идеологическую чистку нашей культуры. Они не имеют права так поступать. 80 миллионов потомков конфедератов с этим не согласны. Демонстрации и акции протеста как за сохранение, так и за отмену исторического символа южан имеют место почти на всем протяжении от Вирджинии до Флориды и далеко не всегда проходят мирно. Руководители одной из школ в штате Теннесси до того были напуганы растущим напряжением, что запретили приносить и выставлять в школе не только конфедератский, но и государственный, звездно-полосатый флаг США. Но тут они, пожалуй, погорячились. Дальнейшую судьбу флага конфедерации предсказать трудно. В Национальном музее американской истории в Вашингтоне государственному флагу США отведена целая экспозиция с отдельным залом. А вот знамя бывшего рабовладельческого юга, как сообщили нам в дирекции музея, нельзя ни увидеть в выставочных павильонах, ни купить в сувенирном магазине. Вадим Оленичев, Анатолий Кошенко, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.